Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Зато в четвертом случае с приставом, забитым булыжником Можно предположить, что рядом выложено число 78 Я напоминаю, что это сейчас довольно эксцентричные фантазии Что убийца оставляет нам какие-то знаки Считаю, подобное вписывается в психологический портрет нашего персонажа Такие индивидуумы часто зациклены на символах, эмблемах, цифрах С которыми у них связаны сильные эмоциональные переживания Так, допустим, что преступник нумерует свое убийство неким кодом Тогда нам нужно разобраться с ресторатором и экоактивисткой, жертвой номер пять Напомню, что она была отравлена химвеществом, точнее цианидом натрия На химзаводе, против которого она боролась Что это может быть? Может быть числа, на которые раскладываются формулы соединений Или элементы в таблице Менделеева Или просто инвентарный номер бочки, в который ее поместили после смерти Сто один Отлично Пять, двадцать три, неизвестное число Семьдесят восемь, сто один И сегодняшняя жертва под номером двести одиннадцать Это очевидная прогрессия Значит, нам нужно понять принцип Тогда мы выйдем на преступника Это может быть номер дома, квартиры, фрагмент геоточки, телефона Позвольте предположить, что между числами сто один и двести одиннадцать Пропущено одно или несколько чисел Слишком большой разрыв, что бы не стояло в основе этого счета Хотите сказать, что существует еще жертва в этой цепи, неизвестная нам? Установили личность сегодняшнего погибшего У нас в базе был Григорий Разумов, тридцать один год Две недели назад вышел из колонии Там отбывал по сто тридцать четвертый секс несовершеннолетний Странный тип в приличном обществе наших убитых Семья, родственники Дед Домовский Муниципальная квартира в Риотово А, вот еще Свежие следы протектора, обнаруженные на месте преступления Легковой автомобиль Довольно редкие шины вьетнамского производства Пытаемся понять, где продают и на какие машины ставят У реки, где утопился ресторатор Что-то было похожее в отчете Угу, посмотри Один в один Ищите машину в первую очередь Есть Спасибо большое Ты как, может, домой? Нет, хочу пересмотреть допрос свидетелей Подготовиться к завтрашнему дню Съездим вместе к Разумову на квартиру Съездим вместе к завтрашнему дайпу Катерпин Металя 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 Шамид Металя Паша, посмотри свидетельские показания жены Велижева. Нашего утонувшего ресторатора. Он был очень брезгливым человеком, и вы скажите мне, зачем? Зачем ему лезть в грязную реку в октябре месяце? Ну хорошо, расскажите нам, было ли что-нибудь необычное в поведении времени? Нет, а дальше. Что необычного? Вы издеваетесь? Это всё жутко и неестественно. Я любимого мужа похоронила. Это для вас обычное дело? Хорошо. Еще дальше. Пожалуйста, вспомните, не было ли каких-то происшествий до и сразу после смерти вашего мужа? Ничего особенного. Хотя… Вот сейчас. После того, как нашли Петю, кто-то прислал 55 роз и анонимное соболезнование. Хотя мы еще официально об этом не объявляли, никто не знал. Да и количество какое-то странное. Как думаешь, может быть, это и есть число Вележева? Арифметически в наш ряд вроде вписывается. Лика. Лика. Лика, что с тобой? Завтра утром ты проснешься. Возможно, позабудешь, как сегодня осуществил прорыв в следствии. А здесь я, твой друг Паша. Все тебе кратко, с юмором. Или нет, но все тебе расскажу. Ты была настоящим героем. Субтитры сделал DimaTorzok Почему ты так и думал, что увижу именно вас? Хочешь отношения выяснять, или можно пройти? Думаете, вы настоящий герой, да? Помогли девушке, пустили ее в офис. Дали почувствовать себя важной, да? А то, что это потенциально опасно для ее здоровья, вас это не волнует? То, что вы создаете реальную угрозу для ее жизни. Пока, прикрываясь работой, пытаетесь залезть и под юбку. А вы лезьте, лезьте. Она же на утро ничего не вспомнит. Впрочем, перспективный момент упущен. Потому что ни завтра, ни в любой другой день я вас к ней больше не подпущу. И так же я надеюсь, что в нашем доме я вас больше не увижу. Никогда. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Опять шпионишь? Баба умом тронулась, а к ней очередь мужиков. Представляешь? Видимо, некоторых возбуждает безумие. Оставь ее в покое. Думаешь, я не знаю, что ты за ней тоже следишь? Ты думаешь, я не вижу, как ты к ней относишься? А если ли Леня узнает? Ляпнешь ему лишнего, я тебя убью. Это сообщение ты прослушаешь уже утром. Надеюсь, до того, как твой муж скажет, что ты не способна работать. Лика, 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 нам без тебя не справиться. Это твое дело, не позволяй никому за тебя решать. Позвони мне, я расскажу тебе все, о чем спросишь. С добрым утром. Любимые, иди ко мне. Доброе утро, милая. Не пугайся, я Леня, я твой муж. Ты потеряла память, я тебе каждое утро заново рассказываю, как я тебя люблю. Ну, вот, мы сегодня весь день вместе проведем, я очень счастлив. Давай завтракать? Где ладно? Завтра утром ты проснешься, возможно, позабудешь, как сегодня осуществил прорыв следствия. Ты была настоящим героем. Доброе утро. Сразу хочу напомнить, что ты обычно обращаешься ко мне, мой обожаемый босс. Павел, мне страшно, я не помню, кто я. Ну, Аргулас, мне кажется, отдаленно знакомый. Вы записаны у меня в телефонной книжке, как напарник, друг, которому я могу доверять. Пожалуйста, помогите мне. Послушай, буду у въезда в поселок через час, только мужу не говори уж, поверь. Я подожду тебя столько, сколько потребуется. Что, даже не позавтракаем? Лика, я, конечно, обещал, что я сделаю для тебя все, что смогу. И даже больше. Ты мне позволить тебе помочь? Почему ты ко мне относишься, как к чужому? Нет, это все, конечно, объясняет твоя болезнь, но почему, с каких пор твоя работа стала самым важным делом на земле? Важнее нашей семьи, важнее меня, нашего будущего. Леонид, насколько я понимаю, раньше ты, ты мирился с тем, что я следователь. Что теперь изменилось? Да потому что мне никогда не нравилось то, чем ты занимаешься. Никогда. Я хотел, чтобы у тебя было нормальное женское занятие. Чтоб ты меня уважала и прислушалась, чтоб мы с тобой могли путешествовать. Чтоб вечера вместе проводили. Чтоб я не чувствовал себя подкаблучником. Я, Лика, я, я как, я, как, какой-то довесок генералу в юбке. Я проведу с тобой сегодня вечер. Сейчас мне надо торопиться. Да никуда ты не пойдешь, я тебя не пускаю. Я тебя не пускаю, Лика. Будешь драться с генералом? Можно я тебя отвезу? Я уже вызвала такси. Лика, Лика, стой! Стой! А вы кто? Ты что, издеваешься? Или так память отшибла? Мы знакомы? Ой, я думала, Леня прикалывается. Я подружка твоя лучшая, напротив, живу. Пойдем? Винишко, выпьем, я тебе последние новости расскажу. Извините, я тороплюсь. Лик, ты чего, настроения нет, да? Можно я... Ты с Ленькой поссорилась, да? Это нормально. Мы сейчас с моим тоже постоянно ссоримся. Он куда-то пропадает ночью, возвращается весь склокоченный. Я думаю, он мне изменяет. С чем я могу вам помочь? Лика, ты же следователь. Помоги мне, пожалуйста. Дай мне парня какой-нибудь толкового сработать, чтобы он проследил за моим мужем. Проследить за кем? За мужем моим, Глебом. Извините. Лика, Лика! Лика, помоги! Вы, Павел, да? Ага. Просите, что так долго какая-то сумасшедшая привязалась соседка. Рад, что тебе удалось вырваться. Мне? Мне тоже, наверное. Готова поработать, мой обожаемый босс? Поехали. После детдома нашей вчерашней жертве, Григорию Разумову, дали здесь малогабаритку. Собственно, последние пятнадцать лет, не считая колонии, он здесь и прожил. Ребята сегодня пытались опрашивать свидетелей, но, но вон, почти все пьющие от полиции шарахаются. Разумов действительно как-то не вписывается в ряд наших убитых. Ни профессии, ни социально значимых контактов. Правда, остальных тоже сложно связать. По какому же принципу он их выбирал? Не первый же встречных наркотиками накачивал. Нужно составить протокол вторичного осмотра, потом завизировать опись. Хоть что-то помню из своих конспектов. Так быстрее. Прошу. Стоять! Я полицию вызвала! Мы сами с полицией. Думала, воры. Когда Гришу-то отдадите похоронить? Пока следствие идет, не можем. А можно на место, где его убили, цветочки принести, свечку поставить? Скажите, а вы кем ему приходитесь? Я друг. Даже как родственница скорее. То есть? Парень, он одинокий был. Не нашел себя в жизни. Я помогала ему, как могла. Опекала. Суп там сварить, пуговицу пришить. Вот, думаю, если бы больше тепла ему отдавала, вместо матери бы могла быть. Ничего бы такого не случилось. Не доглядела. Загремел он. По ошибке. По ошибке-то как? Ну как, как? Ну как? Посадили его по растлению. А кого растлевать-то? Девка по пьяни. Прибилась к нему, разбитная. Вся размалеванная, грудастая. С виду годков 30 не меньше. Стала жить с ним. А через месяц оказалась девчонка еще совсем, школьница. 15 лет. Из дома сбежала. Родители разыскали и домой переволокли. А на Гришу заявление написали. За пару дней до смерти Гриш мне игрушку подарил. Сказал, случайно в интернете нашел. Дорогущую. Но все равно решил купить. Вот теперь с ней жить буду. Покажете подарок? Да, конечно. Угу. Вот она. Ух! Ух! Отец! Ты дома? Да, Ленечка, куда ж я денусь? А-а-а. Слушай, пап, я... Привет. Привет, привет. Я подумал, ты совсем не входишь никуда. Может, прогуляемся вместе? Нет-нет-нет, я лучше здесь, среди вот своих подопечных. Понял. Так, мой новый экземпляр? Новая. Угу. Как живая. Ты знаешь, я когда был маленький, я думал, что твои куклы по ночам оживают и нападают на спящих детей. Глупость. Как та наша девочка? Знаешь, не врачи, никто не знает, вернется к ней память вообще или... И со мной она как с чужим. Совершенно. И каждый день я... гадаю, как... к ней подойти и... что сказать, чтоб не оттолкнуть. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Приезжайте ко мне вместе, а? Посидим, поговорим, ну... фотографии посмотрим, книжку я вам почитаю. Папа, ты, пожалуйста, в это пока не вмешивайся. Ладно? Я сам справлюсь. По свидетельским показаниям, пока что почти вся информация дублируется с той, что уже есть в деле. Что с машиной? Нашли дилера резины. Всего в городе было реализовано не более трехсот комплектов. Сейчас прослеживаем, через какие магазины и на какие автомобили устанавливали. И есть хорошая новость. Эти шины можно установить не на все марки автомобилей. Вот список. Небольшие по радиусу колеса и широкая площадь сцепления. Ну, скорее всего, небольшой, но мощный спортивный автомобиль. Отлично. Что с комбинезонами, в которые преступник переодевал жертв? Я напомню. Мы установили, что все комбинезоны из одной партии. На ткани обнаружены одинаковые химические соединения. Значит, и лежали вместе. Удалось выяснить, кто производитель? Да, фирма «Горспецзащита» производит более двух тысяч комплектов в год. В основном реализуется на химзаводах и прочих вредных производствах. Есть список поставок. Мы из 12 адресов 9 отработали. Но там все под строгим учетом. Комбинезоны используются, фактов хищения или пропажи не выявлено. Объясните, почему мы так долго занимаемся элементарными, рутинными действиями? У нас нет времени. Давайте сегодня мы закончим с химпредприятиями. Вы сейчас едете по вот этому адресу. Остальные два мы берем с Никоновым на себя. Лика, на минутку можно? Это разные концы города. Если поедем вместе, не успеем. Поэтому я и говорю, что каждый из нас берет по одному объекту. Как ты сама поедешь? Молча. Господа офицеры, сидите. Тут какая-то подметная газетенка критикуют наше следствие. Пишут о некомпетентности следственной группы, о нарушении устава, о преступном сговоре. Может быть, кто-нибудь мне объяснит, что все это значит? Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть пять минут? Что вы хотели узнать? А что так скупо? Просто у меня есть всего пять минут. И что, на этом ваш лимит доброты исчерпан? Хорошо. Попробуем по-другому. Спасибо. Ну, во-первых, как здоровье вашей супруги? Нормально, спасибо. Она ведет следствие официально? Вы знаете, я не интересуюсь тем, чем моя жена занимается в офисе. Понимаете, она лико ничего не понимает моей профессии, а я полный профан в полицейских делах. Так уж у нас заведено. И о чем же вы тогда разговариваете? Много о чем. Об искусстве, книге, театр. И что, так каждый вечер? Ну, нет. Можем кино вместе в обнимку посмотреть. И долго вы еще будете так смотреть? Не очень понимаю ваш сарказм. Просто мне кажется, что у следователя такого уровня, как Лик, обезьян, и не так много свободного времени, чтобы сидеть в обнимку с мужем и каждый вечер смотреть кино. Если, конечно, она работает. Она работает? Вы, наверное, сейчас особенно близки с супругой, учитывая, что у нее проблемы с головой. А она сейчас на больничном? А почему вы сейчас не с ней? Вы хотя бы в курсе, где она? Пять минут истекли. Извините, ценного источника из меня не получилось. Абонент выключен или находится вне зоны действий? Лика, это твой муж, Леня? Я очень волнуюсь. Лик, пожалуйста, перезвони мне. Я хочу знать, как ты, где ты, как ты себя чувствуешь, когда ты будешь дома, в конце концов. Лик, перезвони. Я с ума схожу. Лик, перезвони. Лик, перезвони. Лик, перезвони. Я перезвони. Лик, перезвони. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вы мне звонили? Из полиции? Майор Беседина, неважно знать, не было ли в последнее время у вас на предприятии случай воровства, например, не пропадала ли спецодежда. Я ничего для протокола говорить не буду, у меня проблемы без вас хватает. Послушайте, мне не важно, какие у вас тут махинации, просто покажите мне документы, сколько было получено комбинезонов от организации горспецзащиты, все. Мы пересчитаем то, что в наличии. Глупость какая, комбинезоны. Тут, может, бочками реактивы пропадают, а вы о шмотках думаете. Понятно, шучу, шучу. Не хотите говорить, вызовем повесткой. И не только вас. Кто занимается учетом и хранением? Так это Рыбин, снабженец наш, но он уволился. Так что ищи его теперь с вещей. Уволился или уволили за воровство? По собственному желанию. А было ли воровство, понятия не имею. Может, списал кое-что за ненадобностью, или документы неправильно составил. Разве это преступление? Адрес Рыбина. Да он по прописке не живет, прячется. Часто у любовницы контуется. Адрес. Ну, я вам сейчас напишу, как проехать туда. Я ищу Владимира Рыбина. Это по каким таким сугубо личным обстоятельствам? Вов, тут к тебе красота неземная с серьезными намерениями. Только я не уверена, что у вас получится с ним контакт наладить. Он немного неадекватен под медицинскими препаратами, так сказать. Кайфует. Просыпаемся. Вот, пожалуйста. Просыпаемся, товарищ. Вы кто? Старший следователь Беседина. В состоянии разговаривать? Мать моя женщина. Как же мне хреново. Что вы принимали? Че, правда следователь? И за кем следуешь? Я пришла пообщаться с вами насчет комбинезонов и реактивов, пропавших с предприятия, на котором вы работали. Секундочку. В туалет надо. Черт. Отдельное внимание всему, что связано с числами. Книги, записи, даже монеты. Ну и наркотики. Я думаю, что это как раз тот препарат, которым накачивали убитых. Давно он наркоманил? Если понемногу, то, как я его помню, пару лет уж. Но с размахом только недавно стал употреблять. Но вы же должны были что-то хотя бы заметить. Вспомните, пожалуйста. Ну, приезжала тут за ним одна машинка несколько раз. Яркая, желтая, спортивная такой модель. Девичья, но выпендрежная. Тогда я и подумала, что он какую-то крутую бабу подцепил. Прости, что я опустила Рыбина. Он, конечно, не наш серийник, но явно с ним знаком. Ладно, найдем мы его. Уже ориентировки разослали и запрос на камеры. Куда он денется, тем более хромой? Просто как можно было поверить, что ему в туалет надо? Тоже мне следователь со стажем. Поэтому мы и расстались с тобой. Не поняла. Ты слишком требователь к себе, к близким людям. Что значит, мы расстались? Мы были вместе, потом расстались. Остались коллегами, надеюсь, друзьями. Причина разрыва? Много работали, соперничали, уставали. Потом поссорились в один момент. Будто бомба тикала-тикала. И взорвалась без причины. Лик. Что? Ничего случилось? Ничего, нормально все. Просто надоело, знаешь, Паш, мне все это надоело. Тебе классно, тебе удобно. Я тебе друг, я тебе напарник. Только знаешь, я женщина. Может, мне вообще семьи хочется? Слушай, ты смею новую невесту ищешь? Ищи. Потом у тебя внезапно случился роман с твоим, с твоим мужем. И ты с какой-то космической скоростью выскочила замуж. А чего ж ты не остановил? Не знаю. Считал, что ты специально так поступила. Я вспомнила твой запах. А пойдем поедим? Так, по-дружески. Я не могу, мне уже пора домой. Тогда я подвезу. Нет, все хорошо, я уже вызвала себе такси. Привет. 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 Я банальный, да. Просто хотел, чтобы этот вечер был особенный. Как и любой из наших вечеров. И мне не важно, вспомнишь ты или нет. Почему ты женился на мне? Какой вопрос. Все просто. Я понял, что ты женщина всей моей жизни. Жениться может каждый — это ерунда. А вот сделать тебя счастливой — это уже сложнее. Но я упорный. Угу. 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 Лиха. Доброе утро. Меня зовут — Леня. Я — твой муж. Ты пока... Я уже знаю. Ты точно не хочешь, чтоб я с тобой поехал? Да нет, я думаю, что тебе тоже на работу уже пора. Вечером увидимся. Ну да. Слушай, не хотел говорить, но мне кажется, информация важная. Я вчера на работу ехал и на улице увидел твоего коллегу Пашу, журналисткой, которая про тебя гадости пишет всякие. Извини, я не хотел, но я не мог тебе этого не сказать. Я думаю, это не самое страшное, что со мной случилось. Ну, спасибо. Береги себя. Пока. Пока. Вы что, с ума сошли? Прости, что напугал. Я думал, что ты остановишься, ну, чтобы поздороваться. Мы знакомы? Я Глеб Калинин. Твой сосед, приятель, коллега Леония. Да просто хороший парень. Просто хороший парень Калинин. Зачем вы под машину бросаетесь? Хотите жизнь самоубийством покончить? Да нет, я машину в сервис дал. Такси заблудилось. Мне срочно в город нужно подкинешь, а? Ну, садитесь. Ну, еще мы в мафию играли. Помнишь? Ну, на словах, когда город засыпает, Ленька реально вырубился и захрапел. Ты прям хранитель наших семейных баек. Конечно. Пять лет с твоим мужем работаем вместе. Ну, и дружим. Ты знаешь, Лик, я, наверное, не должен это говорить, но многие считают, что Ленька такой простецкий добрячок. Милый, предсказуемый. А на самом деле он не так безобиден. У него не то, что двойное дно. У него марианская впадина там где-то помещается. Не хотел бы я казаться его соперником. Тем более врагом. Ну, в общем, с вашей идеей мне это не грозит. Лика, остановись здесь. Здесь? Это же просто лес. Тут недалеко. Мне удобно. Пожалуйста, останови. Лика, мне очень нравится, как вы умело со всем справляетесь. Но не ждите быстрых результатов. Память будет возвращаться, но в виде мелких деталей. Запахи, звуки, знакомые мелодии, вкус любимого блюда. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Ваши ощущения правдивы. Кто бы вам что ни говорил. Ну, да. Просто странно. Почему я помню, как водить машину? И забыла абсолютно всех, кого любила. Почему я не помню родителей, друзей? Я не помню мужа. Как мне понять, что я любила мужа? Как мне понять, что я любила именно его, а не... А не Павла? Например. Давайте попробуем гипноз. Да. Да, я согласна. Сядьте удобно. Глубокий вдох. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на человеке, о котором хотите что-то вспомнить. Вы в безопасности. Вы переноситесь в то время и место, на котором думаете. Синяя. Эй, привет. Да, привет, привет. А что такого-то? Что ты? Ничего. Слушай, правда, надоело. Что надоело? Ты тебе новую невесту ищешь? Ищешь, ищешь. Да, просто говори. Чего? Работает. Да, хорошая вещь. Но не советую злоупотреблять. Дело в том, что наша цель восстановить всю вашу память, а не какие-то отрывочные воспоминания, которые вы, к сожалению, завтра все равно забудете. Алла Сергеевна, пожалуйста, можно еще раз? Мне нужно вспомнить, кто на меня напал. Лика, нет, это очень опасно. Для вас опасно. Один раз вы уже пережили этот стресс, и он отразился на вас необратимым образом. Я просто не знаю, что с вами будет, если вы еще раз переживете это состояние. Я понимаю. Но от этого зависит жизнь людей. Я понимаю. Надо, пожалуйста, Мне страшно. Мне больно. Помогите. Больно. – Лика. – Лика, все хорошо. – Больно. Мне больно. Лика, вы со мной. Лика. Лика, я здесь. Все хорошо. Лика, на меня смотрите. Мне в глаза смотрите. Все хорошо. Вы в безопасности. Все хорошо. Все хорошо. Я с вами. Ну все, Лика, больше мы не будем пробовать. Даже не уговаривайте. Посмотрите, я еле вернула вас в сознание. Я не увидела убийцу, но я вспомнила очень важное. Спасибо вам. Подождите. Узнала меня? Да. Даже слишком. Ты куда пропала? Я с утра дозвониться не могу. Я знаю место, где на меня напали. И я знаю, почему я туда поехала. Буду там через двадцать минут. Так не смейте одна. Скинь адрес, я выезжаю. Не волнуйся, это всего лишь я. Ничего нет. Никаких следов. Видимо, убийца все за собой подчистил. Почему ты решила, что это произошло именно здесь? Я вспомнила. Все дело в геометрии, в шестиконечной звезде. Ты хорошо себя чувствуешь? Паш, согласись, это странно, когда посреди бела дня звезды мерещатся. А согласись, странно то, что твой парень целует какую-то женщину в баре, а потом говорит, что ничего страшного не произошло. Даже знаешь, что более странно? Это когда твой друг и напарник спит с бульварной журналисткой и сливает ей информацию про тебя и про следствие. Это даже, Паш, это не странно. Это преступно, подло. Она просто подвернулась под руку. Просто подвернулась под руку. Набросилась на меня, я ей воспользовался. Ну, не рассказывал ей ничего, что могло бы тебе навредить. Принципиально не обсуждал с ней работу. А мне принципиально неинтересно, о чем вы разговаривали. Если ты думаешь, что я все забыла, это не значит, что я ничего не чувствую. Боли обиды не обнуляются, Паш, представляешь? Ты что, ревнуешь? Стой, мы не все осмотрели. Да стой же ты. Давай нормально поговорим. Лика, отставить скандал. Иди сюда. Лика, помоги мне. Он... Он обезумел. Он... Он забрал все. Деньги, документы, бригад ценности. Он принял наркотики. И мне кажется, он... 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 Он может сделать что-то ужасное. Только ты можешь его найти, пожалуйста. Пожалуйста. Лик. Лика! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok